22 декабря свой 25-й юбилей отмечает Пенсионный фонд Российской Федерации. Вот уже четверть века эта крупнейшая федеральная система оказывает людям государственные услуги в области социального обеспечения, надежно сопровождая каждого человека с момента рождения и до конца. О важных вехах становления и развития управления Пенсионного фонда России в Славянском районе смотрите в репортаже моих коллег. С момента образования Пенсионного фонда его управление в Славянском районе возглавляет Лидия Скоробогатько. 21 апреля 1991 года её приняли на работу в качестве первого уполномоченного. За спиной уверенной ей структуры серьёзный путь от группы уполномоченных до сегодняшнего управления. За время работы им довелось пережить многие изменения и реформы в пенсионном законодательстве. Почти с каждым годом к системе добавлялись новые функции, ставились новые задачи. От сбора взносов с работодателей до выдачи сертификатов на материнский капитал. И фонд успешно справлялся, благодаря чему именно этому учреждению оказано заслуженное доверие воплощать в жизнь сложнейшие социальные решения. В 2001 году произошло слияние со службой пенсионного обеспечения, которая была до этого времени в составе управления соцзащиты. К нам присоединились 28 человек, было создано управление пенсионного фонда в Славянском районе государственное учреждение, юридическое лицо, и нас тогда стало 64 человека. И мы стали обслуживать всех пенсионеров нашего района. На ту дату их было 35 тысяч. Изначально основной функцией пенсионного фонда был сбор страховых взносов для выплаты пенсии. В 1997 году вступил в силу значимый для дальнейшего развития системы пенсионного фонда федеральный закон об индивидуальном учёте. С того момента каждый житель Славянского района должен быть зарегистрирован в единой информационной системе. На каждого открыт индивидуальный счёт, где учитываются старши начисленные страховые взносы. Отдел персонифицированного учёта и администрирование страховых взносов взаимодействует более чем с 8 тысячами страхователями района, которые представляют отчётность и производят уплату страховых взносов в пенсионный фонд. Также занимается сбором индивидуальных сведений персонифицированного учёта и фиксирует их на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, которых у нас в районе более 150 тысяч. Сегодня в системе учёта управления Пенсионного фонда России по Славянскому району зарегистрировано более 145 тысяч человек. Ежедневно специалисты фонда обеспечивают назначение, перерасчёты и своевременную выплату пенсии. Социальные выплаты ветеранам и инвалидам выдают сертификаты на получение материнского капитала. С 2007 года Пенсионный фонд реализует одну из самых востребованных социальных программ – материнский семейный капитал. На сегодняшний день в нашем районе уже 6300 семей приобрели право на государственный сертификат. Из них половина уже воспользовались этим правом. Самое востребованное направление – это улучшение жилищных условий. В общей сложности за нынешний год выплачено порядка 5 миллиардов пенсии и пособий. Средства материнского капитала – более 300 миллионов рублей. На специалистах всего фонда лежит огромная ответственность в любое время и при любых условиях выплачивать гарантированные государством выплаты полностью и точно в срок. Управление Пенсионного фонда в Славянском районе Краснодарского края выплачивает пенсии и пособия жителям Славянска на Кубани и Славянского района более 38 тысячам, выплачивает ежемесячные денежные выплаты более 9 тысяч человек и проводит ежедневный приём населения около 100 и более человек в день. Работа в Пенсионном фонде довольно нелёгкая, ведь клиенты фонда – преимущественно люди пожилые, плохо ориентирующиеся в непростом законодательстве. Корректно и убедительно специалист Пенсионного фонда должен объяснить каждому, что его пенсия рассчитана строго по закону. И с этой задачей коллектив успешно справляется. Очень приятно было с ними работать. Я с 99-го года хожу, оформляю пенсии своим сотрудникам. Девочки очень доброжелательные, приятно к ним заходить и уходишь с хорошим настроением. Очень хорошо сейчас электронный документооборот очень помогает. Предварительная запись. Придёшь, знаешь, что тебя примут и хорошо обслуживают. Обслуживание очень прекрасное. Заранее сообщили, прослали письмо, всё. Я начал с 14 кабинета, подготовили все документы. Потом назначили срок на этот день. Я прошёл сюда. Здесь тоже без очереди, без ничего. Всё сразу оформляю. Я считаю, обслуживание на высшем уровне, потому что я впервые на приёме никакой очереди абсолютно пришла. Все очень вежливые, очень добродушные. Я очень довольна. В юбилей фонда принято подводить итоги работы, говорить о растущих показателях. Но на этот раз речь идёт не о цифрах, а о людях. Потому что именно люди – главная ценность пенсионного фонда. Это пенсионеры и будущие пенсионеры, получатели социальных льгот, страхователи, а также все службы и структуры, с которыми сотрудники фонда успешно взаимодействуют. За результатами совместной деятельности сотрудников фонда и их клиентов стоит ежедневный упорный труд, знание профессиональных тонкостей, добросовестное выполнение своего долга. Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа «События».